В деревне Санта-Клауса, восьми километрах от финского города Равуниеме, настоящая зимняя сказка. Каждый год более 300 тысяч человек со всего мира, включая Австралию, Китай, Францию и Ирландию, посещают это место. Особенно много туристов из России. Но в последние годы их число постоянно сокращалось. Теперь финские власти решили больше сконцентрироваться на посетителях из Южной Европы и Азии. «Российских путешественников постоянно становилось меньше. К сентябрю этого года их число сократилось на 30%. Конечно, это неприятный факт, но мы пытаемся восстановить рынок. Россия остаётся для Финляндии номером один, но мы рады, что в это время года у нас стало больше мест для туристов из Азии». Мэр города Равуниеме оптимистично смотрит на туристические перспективы региона. «Мы заметили, что люди из Азии отменили свои поездки в Париж, в Лондон, в Рим. Но они не отменили свои путешествия в Финляндию и Равуниеме». Каждый год туризм в Равуниеме приносит в казну Финляндии около 250 миллионов евро. В этот раз местные власти надеются заработать столько же, несмотря на сокращение числа туристов россиян. «В течение последних двух лет число российских туристов сокращалось, но нам повезло заполнить прорехи туристами из Великобритании, из стран Южной Европы, Италии, Испании и Франции. А также приезжает всё больше и больше отдыхающих из Азии». По данным Всемирной туристской организации, с 2000 по 2012 годы число только китайских туристов в масштабах всего мира, возросло с 10 до 83 миллионов. При этом туристический рынок в целом в последнее время постоянно подвергался ударам. Причины – террористические атаки в Египте, Тунисе и Франции, а также накалившиеся отношения между Турцией и Россией. Впрочем, туристы, приехавшие в Лапландию, говорят, что пытаются не думать о плохом. «Ощущаю себя здесь хорошо, без проблем. Нас хорошо обслуживают». «Если даже немного начнёшь волноваться, то вообще никуда не поедешь. Так что мы совсем об этом не думаем». В городе Равониеме проживает чуть более 60 тысяч человек. Каждый год они принимают сотни тысяч туристов.